Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлайн. Нахожусь я сегодня в Орловской области. Деревня называется Судьбище. И здесь в 1555 году проходила Судьбищенская битва. Первое крупное сражение с применением огнестрельного оружия. Собственно, в этой битве сражались войска татар и наши. И долгое время было неизвестно, где же конкретно проходила эта битва. Вроде как в окрестностях деревни Судьбище. И, друзья, совсем недавно дайверы Орловские обнаружили точное место этой битвы. И совсем недавно случилось вот это самое великое открытие, да, где конкретно проходила эта битва. Ну и нам удалось встретиться с дайвером и узнать, как же проходило вот это вот историческое открытие. Куликов Сергей, руководитель Орловского клуба подводного плавания ДИО. Случайно получилось тренировочное погружение, ну и заодно исследовали водные торговые пути. Орловщине река Гоголь была не просто выбрана, а рядом с рекой Гоголь проходил Муравский шлях. Это дорога, которая с давних времен соединяла Крым с Москвой. Поэтому решили обследовать эту реку заодно с погружениями и попытаться найти какие-то следы деятельности людей, пристани, челны. Потому что, ну, часто вы видите в новостях, что дайверы находят и челны в реках, и что-то еще. Ну, собственно, вот мы этим и занимались. В апреле, там, и 20 апреля в реке Гоголь мы нашли первое копье и несколько наконечников стрел. Тут же позвонили в Институт археологии Российской Адемии Наук радиуша Олега Александровича, которые прибыли на следующий день. Продолжили совместные работы. Ну, и вот уже на сегодняшний день более около 300 находок было сделано, артефактов, которые, собственно, были переданы ученым. Ну, собственно, мы сами археологами не являемся, поэтому заключение сделать не можем. Поэтому мы приглашаем для заключения археологов из Института археологии Рана. Первый нашел товарищ мой дайвер Александр Архипов. Это было неожиданностью для нас, для всех. Ну, и, собственно... Как оно это было? Вот он с прибором, с каким-то... Это все при визуальном осмотре, то есть копье просто лежало. Ну, как сказали археологи, видимо, при... сейчас, когда было Палаодия, и, видимо, какой-то фрагмент грунта с этими артефактами было смыто в реку, и они около дамбы, около которой мы погружались, оказались. Вот, а уже прибывшие археологи сделали... Ну, по картам они начали обследовать прибрежную зону реки Гоголь. Вот, и уже в земле потом дальше начались еще находки большие. Дело в том, что на протяжении многих лет истинное местоположение Судьбищенской битвы не было определено. Ее очень много долго искали и наши краеведы, и другие историки-археологи, но они больше проводили свои находки непосредственно рядом с селом Судьбище, потому что в летописях тех времен только было упоминание о Судьбищах. Вот, а на самом деле это, ну, немножко в другом... на удалении, скажем так, от Судьбищ было, ну, в том же районе, скажем. И вот мы сделали, утвердили ту, не то что гипотезу, а подтвердили то, что фрагмент Судьбищенской битвы именно находился в том месте. Сейчас можно ход битвы восстановить, там уже работают археологи уже полностью. И сделано официальное заявление институтам археологии РАН, что эти находки, эти артефакты непосредственно относятся к Судьбищенской битве. Ну, мне тяжело судить о сохранности, опять же, ну, со слов археологов. И первая реакция археологов, когда они прибыли к нам в лагерь на место экспедиции, ну, первое время было, они так, ну, так, с круглыми глазами смотрели на все это, на количество, на все остальное. Вот, довольно-таки, на мой взгляд, хороший сохран всех предметов. Помимо, уже потом, дальше, при дальнейшем археологической разведке, были найдены и пули, и элементы конской сбруи, другие какие-то элементы, что говорит о том, что в этом месте было большое скопление наших войск, что в этом месте было сражение очень крупное. Мы уже вернемся в составе именно с экспедиции, будем надеяться, с экспедиции Института археологии в то место. И, возможно, там еще какие-то находки будут в реке. Самое интересное, друзья, что открытие сделано, теперь археологи знают, где конкретно проходила Судьбищенская битва. Проходила она в окрестностях этого села, но сейчас это место держится в тайне, для того, чтобы не пришли черные археологи и не разграбили. Вот, и, соответственно, уже начались археологические изыскания, уже находят достаточно много находок, но где конкретно это происходит, даже нам не сказали. Представляете себе. Папа Настана Михайловна, я глава Судьбищенского сельского поселения, Новодеревенниковского района Орловской области. Наше село очень древнее. И село Судьбищи, первое упоминание о Судьбищах, это было в писаниях Карамзина, том 8, глава 4, в которых он подробно описывает о том, как проходило Судьбищенское сражение. Судьбищенское сражение состоялось... Историки установили приблизительную дату 3 июля 1555 года. Небольшое войско русских ратников встретилось, вступило в бой с 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. И в таком неравном бою наши одержали, ну, можно сказать, победу. Они не дали, чтобы Крымская Орда прошла дальше. И, сражаясь несколько дней, крымский хам Девлет-Гирей, он отступил. Поэтому мы стараемся эту тему развивать. Сегодня мы говорим о туризме. Мы хотим, чтобы наше село, о нашем селе, о том великом сражении, которое здесь происходило на наших землях, знали не только на территории нашего региона, но и на территории всей нашей Российской Федерации. Мы считаем, что это средневековое сражение, это великая страница в летописи, в ратной летописи нашей России. В 1995 году, благодаря первым начинаниям нашего краеведа Григория Григорьевича Лазарева, совместно с руководством нашего района, был построен мемориал Судбищенской битвы, который находится у нас при въезде. Спустя 10 лет была построена часовня Покрова Пресвятой Богородицы, так как у нас здесь находился храм Покрова Пресвятой Богородицы. И постепенно, постепенно наш мемориальный комплекс, он разрастался. Сегодня мы там видим, что есть памятный знак Муравскому шляху, что есть знак, нотная строка. У нас написан гимн, который посвящен селу Судбище. Выявлены на сегодняшний момент списки тех солдат, не солдат, тех русских ратников, которые погибли при сражении. Потому что в писаниях Карамзина написано, всего лишь наше войско состояло из 15 тысяч русских ратников. И более 5 тысяч полегло на поле сражения. Мы постоянно стараемся как-то развивать данное место, данное направление. Но сегодня, так как актуальна тема туризма, хочется тоже привлечь сюда туристов. Поэтому мы собрали необходимый пакет документов, подали на рассмотрение районного совета. Затем районный совет вышел с ходатайством на областной совет о присвоении села Судбище званий и села воинской доблести. Мы приглашаем на территорию нашего села всех желающих посмотреть наш мемориальный комплекс, посмотреть наши экспозиции, посмотреть наш небольшой музей. Мы проведем по нашей территории, покажем приблизительно, где проходило это сражение. Покажем, что находится в нашем музее, какие находки есть. И, естественно, постараемся, чтобы... Сегодня мы разрабатываем небольшой буклет, дорожный буклет, чтобы нашим туристам вручать на память, чтобы они помнили, что такое вообще Судбищенская битва, что она себе представляет, а где это место находится. Вот такое, друзья, большое историческое открытие случилось в наши дни. Ученые теперь знают, где проходила Судбищенская битва. Вы, кстати говоря, если интересно, почитайте обязательно в Википедии о ходе битвы, о том, как она происходила. Ну и подписывайтесь на канал, друзья, комментируйте, ставьте лайки. Это был Миклуха Макфла. Любите историю. Пока-пока.